Всем доброго дня, ударник. Если бы вы знали, как я начала играть, вот знаете, я вам скажу, телезрители, я вообще не ударник в прошлом. Просто один благословенный брат позвонил мне и говорит, приходи, выручай. Я говорю, что такое? Да у нас, говорит, некому на барабанах играть. Я говорю, а я при чем тут? Ну вот будешь играть. Пришла, села, и вот представляете, и сегодня сестра говорит, ты прям совершенствуешься. Я говорю, но еще предела нет, конечно. Так что, но это, знаете, это происходит в том случае, когда мы готовы действительно что-то делать для Бога. Это в том случае, когда мы готовы жертвовать своим временем, своими силами, своими ресурсами, иногда даже финансами. Поэтому, слушайте, вот на который раз убеждаюсь, что Дух Святой, Он ведет всех в одном русле. Антон начал, Андрей продолжил. Я, наверное, завершу. Ну, если не будет еще каких-то слов. Я хочу сказать Господу большое спасибо, что Он поместил нас в эту среду. Наша церковь, церковь на скале, это в основном люди-приезжие, это эмигранты, и, ну, так или иначе, мы похожи все с одной историей. Мы приезжаем на чужую землю, мы, по большому счету, здесь никто, и начинаем жизнь с нуля. Сама я из Казахстана, меня зовут Мария, мне 33 года, я замужем, у меня двое детей, и мы, пошел уже третий год, как мы переехали сюда, из города Алматы, жили достаточно умеренной, спокойной жизнью, стабильной, и когда мы сюда приехали, мы практически, не практически, мы лишились всего, и здесь начали жить заново. То есть этот опыт был у нас впервые. И, как все эмигранты, мы начали сталкиваться с трудностями, и особенно это, мощный был удар на наши личные отношения в нашей семье. И чудным образом просто нас Бог поместил сюда, в эту церковь. Я с Богом знакома с 10 лет, и у меня были личные отношения с Духом Святым, я знаю, кто такой Дух Святой, как Он действует, но я предпочла жить без Его руководства, так иногда, так скажем, в коммерческих целях я приходила в церковь, потому что я знала, что закон сеней жатвы никто не отменял, и я приходила в церковь, отдавала десятину, и, в общем, деньги приходили очень даже хорошо. Ну, потому что за плечами там из серии «Библейский колледж», то есть знания какие-то были, и я пользовалась этими знаниями. Ну, в этом вера моя работала очень хорошо до определенного времени. И когда мы приехали сюда, в общем-то, мы уже были полностью опустошены, потому что мы не были с Господом, можно сказать, здесь мы начали заново свою жизнь строить с Богом, и наши отношения в семье начали строиться заново. И, конечно, были трудности мощные, особенно финансовые, наверное, все поймут. Были моменты просто агонии вообще, так швыряло, потому что ты привыкаешь к определенному уровню жизни, и здесь все совершенно иначе. Так вот, о чем говорил Антон? Антон о том, что мы, я даже себе записала, вот эти вот рамки комфорта и рамки обыденности, они как раз такие вот, в общем, мы выходим за эти рамки комфорта, мы выходим, хотя бы пытаемся намочить свои ножки из этой лодки, и что делать нам, верующим? Вот сейчас Андрей подарил молитву неверующим людям, которые, может быть, когда-то произносили эти слова, может быть, нет, но он сказал тем людям, которые не имеют, возможно, отношения с Богом, а что делать нам, когда мы знакомы с Богом, когда приключения только начинаются на самом деле, они не заканчиваются, потому что это ложь, если некоторые так думают, что когда мы приходим к Богу, то все, в общем, заканчиваются все проблемы, заканчиваются все трудности, приходят трудности иного характера, это борьба с собой, борьба со своими привычками или, наоборот, выстроение новых, хороших, положительных привычек. И вот благодаря тому, что Бог нас поместил в церковь, благодаря тому, что мы находимся в собрании святых, мы смогли преодолеть сейчас с моей семьей, с моим супругом и выйти на новый уровень. И благодаря тому, что мы приняли решение занять активную позицию в отношении Бога, мы приняли решение служить в церкви, мы приняли решение активно иметь общение со святыми. И сегодня я хочу сказать такое местописание, это Евреям 10.25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И вот этот момент увещевания друг друга, я хочу просто вас всех ободрить, воодушевить, что когда нам плохо, мы должны, не мы должны, я говорю сейчас про себя, я шла в первую очередь в собрание святых. И благодаря этому собранию мы можем гораздо легче преодолевать какие-то трудности. И я вас просто воодушевляю. Будьте открыты к общению, будьте открыты к тому, чтобы приглашать к себе в гости людей. И сегодня, в последнее время, я очень часто задумывалась о том, что я не люблю кушать одна. Я думаю, почему так? Почему мне так нравится кушать, когда мы садимся, и нас много. И сегодня такое приходит мне, что когда депрессия, в общем, это самый лучший способ избавления от депрессии, это поесть всем вместе. И сегодня, представляете, кто-то выложил в Фейсбуке, почему когда у людей депрессия, на английском depressed, почему когда депрессия, люди начинают налегать на сладкое, и так далее, ну, как бы заедаются. Так если прочитать с обратной стороны, то это как раз-таки depressed и десерт. В общем, если прочитать на другую сторону, это будет десерт. Так вот, я увещеваю вас, я просто вдохновляю. Если вы чувствуете, что вы испытываете какие-то трудности моральные, физические, духовные, просто, ну, я не знаю, ну, купите печенье, испеките пирог, я не знаю, пожарьте яичницу, позовите в гости, идите общаться, и оставайтесь в собрании святых. Как здорово, что мы, в какой-то момент мы выпали из утренних, посещение утреннего молитвена, это вторник, четверг, мы собираемся с 8.30 до 9.30. Мы читаем одну главу, мы ее разбираем, мы молимся, столько Бог открывает. Это так здорово, когда мы имеем общение. Я благодарю каждого из вас, кто имеет общение, кто всегда способен действительно искренне откликнуться на мой звонок, когда мне действительно бывает просто очень дурно, потому что мы, это война не против плоти и крови, это война духовная, и мы действительно имеем какое-то давление постоянно, можно сказать, каждодневно, я благодарю вас, я благодарю Геннадия с Натальей, то, что вы всегда способны услышать, откликнуться, прийти, помолиться, это цена для нас, для нашей семьи. Вот. Всем благословения. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...